Ну что же, мои парфюмерные маньячелы, мои ароматные чикатилы, приветствую вас на моём канале. Это продолжение моего видео, цикла, точнее, о моей волшебной коробочке с воспоминаниями, так сказать. Начнём мы это видео с аромата Midnight от Britney Spears. Ой, как он хорош! Ну, как хорош? Конечно, если вы такая весёлая, беззаботная студентка. Ну, то есть, конечно, и сейчас им можно пользоваться, но я сейчас у него ощущаю немножко такую пластиковую нотку. Он очень мощный, он очень яркий, он очень нравится молодым людям, если что. Ой, были? Ой, я надеюсь, он не посмотрит это видео. Короче, были у меня дреды в универе. И пошла я, познакомилась с одним молодым человеком, мне казалось, он такой интересный, такой весь из себя классненький. У него тоже были дреды, мне тогда нравились такие мальчики. Я, значит, надушилась этим парфюмом и такая, здравствуйте, подплетите мне, пожалуйста, дреды. Он такой, хорошо. Мы с ним встретились. До этого я видела его только издалека, я написала ему ВКонтакте. Мы с ним, в общем, встретились. Он мне подплёл дреды и потом мне долго написывал, что он не может перестать нюхать свои пальцы, потому что они пахнут моими духами. А духи были вот эти. И чуть ли не на основании того, как ему понравился этот аромат, этот молодой человек начал меня странно преследовать. Он считал себя, как выяснилось, что он считал себя вороном. Короче, он насмотрелся фильм, вот этот, знаете, ворон с сыном Брюса Ли, которого застрелили на съёмках. В общем, он считал себя психовороном. В общем, всё в этом духе. А мы с ним, когда встретились впервые в жизни, у него на ногах были надеты какие-то гробы жуткого вида. Знаете, такое ощущение, какого-то гроб выкопали, ему несколько тысяч лет, его только что подняли из земли. Вот примерно это было надето у него на ноги. И у него был такой, знаете, ошалелый взгляд, что, если честно, я думала, может, я лучше пойду в университетский туалет и побречь на лосы, лишь бы мне тут ничего не подплетали. Ну, в общем, ладно, не будем об этом. В моей жизни много таких историй странноватых, когда я еле ноги унесла. Вот. Вот. И иногда в этом замешаны мои парфюмы. В общем, хороший аромат, яркий, звонкий для такой безбашенной студентки, которая ещё мало на тот момент почитала о маньяках. В общем, ладно. Боже. Сейчас я вам кое-что ещё покажу. Это надо было, конечно, показать в самом начале. Боже мой, сейчас кто узнает, кто вспомнит. О, боже мой. В общем, значит, как я уже говорила в предыдущем видео, вот это был один из моих первых парфюмов. А это, в общем, появился с ним одновременно. Посмотрите на эту красоту. Этот флакончик прямо из Франции ко мне приехал. Это ход кутюр Живанши Оде Парфам с вот такой вот металлической женщиной внутри. Это малина, это какое-то тягучее варенье из цветов, бархатных ягод, фруктов, возможно, даже амбры. Ой, боже, немножко мягких, красивых специй, каких-то пряностей. Ну, прям совсем немножко. Они неочевидные. Это безумно обволакивающий яркий аромат. И это больше, чем парфюм, товарищи. Это намного больше, чем парфюм. Я не знаю. Это, знаете, вся ваша любовь к чему-то или к кому-то, помноженная просто на какие-то эмоции и чувства, которые человеческий мозг и сердце не могут в себя уместить. Это нечто из параллельной вселенной. Вот это более такое земное, но при этом из какого-то высшего света, истинно высшего, какой-то аристократии, не которое, знаешь, что-то там самопровозглашенное, которое себе там свои богатства наворовало, там, извините, но в прямом смысле и так далее. Нет. Это вот нечто суперблагородное и невероятное. А это тоже какой-то высший свет, но уже из каких-то других галактик. В общем, потрясающая красота. И, конечно, да, я понимаю, что у меня был такой неокрепший мозг на тот момент, когда они у меня появились. Я не помню. Мне было лет 12, наверное, или 11. Но, боже, они, конечно, перевернули вообще мой какой-то альфакторный мир до каких-то безумных, невероятных углов. Поставили всё там с ног на голову и так далее. В общем, далее. Посмотрите на эту малютку. Представляете, у меня, по-моему, у меня был синий в детстве. Ну, как в подростковое время. Я его не поняла. Ну, оно и понятно. В общем, это «Анджел Дзимон». Самое первое, по-моему, самое первое издание. Такая вот миниатюрка. Я очень хочу себе большой флакон. Надеюсь, я до него доберусь. Или мне его подарят до того, как это снимут. Как я его люблю. Как я его хочу. И, опять же, я его в детстве не понимала. Я с трудом прикончила вот эту миниатюрку. Она, кстати, тоже прямо из Франции мне привезена. Вот. И я очень жалею. Блин, надо было её оставить. Я бы сейчас её просто, так знаете, украдкой нюхала. И ностальгировала об улом. Вот тогда я этот аромат не понимала. А сейчас как поняла только. Боже мой. Далее. Ещё одна знаковая красота. Сейчас, сейчас. А вот это, возможно, да, это, по-моему, самый первый мой личный парфюмчик. Это Минкшу Флёр Рейр от Ифраше. Так, по-моему, он не фокусируется. Вот, посмотрите. Это мне Дед Мороз принёс. Посмотрите, на этот цветочек. Там кристаллики. В общем, это тот аромат. Который, вот, они у меня появились. Вот этот, этот и этот дружок. Почти, чуть ли там, не в... Нет, не в один год, но что-то типа друг за другом. Как-то так, типа, на каждый новый год. Я не помню вообще в каком-то таком порядке. Но суть этого моего кривого спича в том, что это вот те ароматы, которые качественные, такие полноценные, с такими композициями. Знаете, не просто фруктики там в спрее от Ифра, или маленькая фея. Многие говорят, у них первый аромат был маленькая фея. Я даже не знала, что в те времена она уже была. В общем, никаких маленьких фей у меня не было. Моё парфюмерное отрочество, детство и отрочество строилось на этом. Я обожаю вот этот аромат Минкшу. Он, ну, это та самая такая образцовая акватика, красивая, насыщенная, при этом мягкая, яркая, красивая, в меру свежая, в меру цветочная. Это ювелирный какой-то, не знаю, воплощение ювелирного искусства в парфюмерном деле. Как-то так. Так вот, кажется, сейчас мы с вами выстроим примерно, знаете, как это, Шерлоке или как Пуаро. Как же всё там у меня проходило становление. В общем, вот это мой, по-моему, первый аромат, который мне принёс Дэд Мороз. Потом появились вот эти два, чисто случайно, так сказать, посреди жизни моей. Я сейчас говорю про ароматы, которые вот флаконы были мои личные. А потом я точно помню, что на следующий год после Минкшу Дед Мороз принёс мне и Фраше О Деля Джой. Этот аромат какого-то счастья. Вот это реально Джой. Ой, это... Так, точно Джой, да? Он попроще всех предыдущих ароматов, но попроще по меркам тех лет, потому что на самом деле он там даст форм многим современным типам сложно сочинённым ароматам. Настолько он хорош, настолько он красив. Ой, как это жестоко для моего сердца, что подобные ароматы снимают с производства. Я, кстати, нашла ему аналог от бренда Ферро. Я потом вам сниму про это отдельное видео. Но эти сволочи сняли его с производства. Поэтому я не знаю, что ещё заменит вот эту вот красоту. Этот аромат такой жизнерадостный. Такой, знаете, антидепрессант. Конечно, на уровне школы, наверное, но какой он беззаботный, какой он... Боже, как это было хорошо, как это было качественно, как это было дорого и высоко, знаете, во всех смыслах. В общем, ладно, сейчас я глазами ещё кое-что зацепила из того, что, можно сказать, было в этом видео. Это, боже, это ещё один фланкер Бритни Спирс. Вот это Миднайт Фэнтези синенький. А вот это я не помню, потому что я, во-первых, оторвала наклейку, во-вторых, я раньше смотрела одну потрясающую датскую блогершу, бьюти-блогершу Стинни Мо. И у неё был сайт о стиле, там всё в этом духе. И она показала очень красивые вазочки из парфюмерных флаконов. Она снимала вот эту вот металлическую, металлическую часть горлышка, крышку и сюда вставляла. Я пробовала тату-лайнер от Мэйбелли на руке, поэтому у меня рука с чёрными полосками, потому что эта сволочь не оттирается. Хороший тату-лайнер, товарищи! Хотите себе стойкие стрелки, стойкий каял, берите. В общем, один цветочек сюда ставите, и это выглядит безумно красиво. Так вот, меня чёрт дёрнуло, я как бы выдирала из половины своих старых флаконов вот эти вот горлышки. Разумеется, почти всё вытрилось. В общем, я понимаю, что я человек увлекающийся, и это был очередной раз, когда я перестаралась. В общем, запах толком не сохранился, как, по-моему, и крышечка. В общем, но что могу сказать? Этот аромат меньше всего мне нравился. Он был плотный, насыщенный. Он, на самом деле, более, так сказать, взрослый, авторитетно звучит, нежели Midnight. Тоже, кстати, очень стойкий аромат. И безумно стойкий. Я не знаю, как в современной выпуске, но вот этот я купила в год, когда он появился. Аромат хороший, он многим понравится. Он качественный. Он не на что... Ну, как ни на что не похож? На что-то, наверное, уже да и похож, но на тот момент он имел свое лицо. В общем, хороший аромат, но со временем тоже, знаете, начинает поддушивать, и его вот эта вот плотность, вот эта какая-то альфактор, знаете, взвесь, которая остается где-то у вас в черепе, знаете, в духе Бербери, скажу я вам. Но, конечно, он более такой взбалмошный, назовем это так. В общем, далее... Ага, вот эта красота. Сейчас я тоже протру этот флакончик. Так-так-так. Тоже аромат, который со временем начал меня поддушивать. Это Турумер Роуз от Ланвин, АК Ланван, АК Лонвон и все остальное. Хороший аромат. Это появилось у меня в период, где-то год, наверное, 2010-2011. Мне тогда очень нравились такие ароматы. Я опять плотно подсела на I Love Love от Moschino. У меня был Moschino Fanny. И вот этот аромат тоже такой роза, но такая, знаете, жизнерадостная, сочная, такая островатая. Но островатая, знаете, с каким-то характером, а не перечностью какой-то. Вроде какие-то, опять же, будто бы и цитрусы, и какая-то кислинка, то ли, опять же, розы, то ли цитруса, то ли еще охренеть чего. Вроде и фруктовость, но вроде и такая насыщенность, яркость и так далее. Но тут 50 миллилитров. Он тоже начал меня поддушивать. Я тоже его кому-то из родственников отдала. Его добили, и я флакон вернула себе. Аромат хороший. Мне нравится. Я даже думаю его повторить в маленьком объеме. Даже, может быть, если найду миниатюрку, будет прям прекрасно. Мне еще нравится вот то, что эта штучка металлическая. Это, знаете, приятно, качественно. Флакон безумно тяжелый, такой весистый. Дорого-богат. В общем, обожаю. Далее. То, что я вам уже, опять же, не так давно показывала. Это Искада Марин Грув. Это какая-то квадриллионная, то ли весенняя, то ли летняя лимитка Искады. Какого-то тоже года 2010-го, может быть, или 2009-го, или 2011-го. В общем, как-то так. Десятый плюс-минус год. Хороший, ягодный. И это тот был момент, когда еще у Искады были такие лимитки. Они яркие, насыщенные, плотные. Чувствовала, что это лухари. Но при этом с намеком, что это лухари для янг-герл. Назовем это так. Лухари-лухари. Но как бы это можно повторить чисто, чтобы потрясти своими старческими боками и вспомнить молодость. У меня уже появился один аромат, который похож на него. Он приятный, он жизнерадостный, он беззаботный, без всякой претензии, без всякой потребности. Знаете, там колотить какие-то понты и рассказывать, что вообще-то на мне такой дорогой парфюм вообще у меня идеальный парфюмерный вкус. И все в этом духе. Просто классный такой дружок-пирожок, ваш спутник, такой, знаете, эскортник. Ну, в хорошем смысле этого слова. На какую-нибудь вечернюю прогулку. Так. Нет, даже скорее дневную. Такую беззаботную, милую. Все в этом духе. Так, еще один. Еще один флакон, который пострадал от моих этих диайвайнов, вазовых измывательств. Это Huga Boss Orange. У меня сейчас есть одна из лимиток этого аромата. Так, тут, по-моему, 50 миллилитров. Я купила его тоже буквально только-только он у нас появился в магазинах. И я его взяла. Это аромат счастья, беззаботности. Это сладкий апельсин в каких-то будто бы разбавленных желтых, то ли белых цветах. Это такое счастье, легкость, красота. При этом это действительно люкс. Ой, сейчас его еще можно найти. Обязательно возьмите. Он легкий, не обязывающий, беззаботный. При этом он не укатывается в какую-то инфантильность, в какую-то, знаете, вот эту простота хуже воровства. Вот этого в нем нет. Это такой хороший, легкий люкс, но при этом без... Вот, знаете, бывают такие ароматы, вы его вдыхаете и будто видите, как человек, который мог бы быть реально лицом этого аромата, смотрит на вас приоткрытым ртом, у него мокрые губы и слюна стекает такой плотной длинной нитью, и у него, знаете, половина футболки уже от этой слюны мокрая. Нет, это не в таком смысле легкости, простота. Это, знаете, опять же, дорогая, красивая, прекрасная, воспитанная аристократка решила выехать за город, взяла теннисную ракетку, клюшку для гольфа и отправилась куда-то на своем белом коне проводить свой досуг. В общем, а вы медленно провожаете ее взглядом из-под своих длинных, слипшихся от ланкомовской туши ресниц. В общем, прекрасная красота. Великое. И фланкеры его офигенные, и мужское хуго-боссоренж тоже был очень хорош. В общем, далее, опять же, будет экземпляр, от которого мне хочется орать. Какая это была красота. Так, я не знаю, где у меня коробочка, но потом покажу. Боже мой. Это карес. Это бадья корес, пейпер жасмин, гаяк вуд, пэшн фрукт. 100 миллилитров, которые, как сейчас помню, купила за 1400. Что-то типа того в золотом яблоке. Знаете, ароматы от карес стояли не в той части золотого яблока огромной, где стоят все парфюмы, а в другом закутке, где стояли средства от локситан, от карес. Такой, знаете, достаточно дорогой, но бессмысленный, беспощадный уход, который ты покупаешь, потому что у тебя есть лишние деньги, и тебе офигенно скотчено, и ты очень наивный человек. Вот примерно так. И я увидела два флакончика от карес. Я еще так удивилась. Боже, вы представляете, я до сих пор готова молиться всем богам. Я тогда пришла за каким-то ароматом от локситан, который стоит как крыло от самолета, стойкость у него меньше, чем у одеколона. Ну, в общем, да и композиция, она такая простая, как три рубля. В общем, и тут я заметила это. И я еще думала, что взять локситан или рискнуть и взять попробовать какой-то там карес. Боже мой! Это тот аромат, за которым все водят своими ноздрями, просто присасываются ко мне, как рыбы прилипалые к аквариумному стеклу. Просто начинают меня сжечь каленым железом, чтобы я сказала, что это и кто это. Этот аромат, он такой плотный, насыщенный, при этом он без... Как он открылся невероятно летом, хотя я думала, это осенний-зимний аромат. Это такая потрясающая красота, это такая сложность, и при этом одновременно легкость, природность. И при этом это и парфюм. Боже, я его вдыхаю. Боже, мне хочется рыдать. Боже, я сейчас капну на фотоаппарат. Это надо пробовать, товарищи. Насколько это хорошо. Это деревянная какая-то хижина в лесу. Ну, дорогая, какая-то шале. Это невероятно. Это подходит, опять же, это такой унисекс. Это такой унисекс. Это такой унисекс. Просто, как он звучит на мужчинах. Как он звучит на женщинах. Как он звучит на собаках. Я не знаю, как он. Невероятно. Это один из самых лучших парфюмов, что были у меня в коллекции. Конечно, ладно, окей. Я не знаю, как он звучит на холодной коже. Мне плевать, как он звучит на ком-то там еще, кроме меня. Потому что он настолько хороший. Я говорю, до меня докапывались такие люди. Я уже думала, я буду сейчас вызывать полицаев. Боже, потому что все, все за ним идут, как, я не знаю, крысы за дудочкой волшебного крысолова. В общем, это нечто. Это. А его коробочка, боже, когда найду, я просто в каком-то там следующем видео обязательно просто покажу коробочку, потому что это нечто. В общем, ладно, не будем о грустном. Так, время еще есть, наверное, на один флакончик. О, как раз давайте покажу вам локситан. Это любимый аромат моего отца. Это вербена локситан. Мой отец фанат запаха вербены. Я ему дарила саше, мыла там, фигила. Все на свете от локситана с запахом вербены. Прелесть, прелесть. Относительно стойкий. Ну, такой, типа, один. Такой, ну, нади колончик, травка вербена, чайок-лимончик. Да-да-да. Вот. Правда, я отца подсадила уже на более сложные плотные ароматы. Вот. Но это всегда будет в его сердце. Все, что есть с вербеной, я ему покупаю. Для него аромат вербены. Это вот уже что-то особенное, знаете, как в его ДНК, можно сказать. В общем, как-то так. Это конец моего второго видео. Ставьте лайчочки, пишите, какие аналоги. Вы знаете этих ароматов обязательно. Вот. И ждите следующий видосик, потому что у меня тут еще полкоробочки. Пупки мои.